Музей Мизоа на Вайводе на 5 Мы один большой и дружный музей состоящий из разных зданий точно так же как на Вайнера 11 это Эрмитаж Урал на Роза Люксембург-18 Музей наивного искусства Это, наверное, самый сложный вопрос который можно задать но и самый интересный и чем чаще его задают тем больше появляется разных интерпретаций и вариантов как на это ответить каждый наивный художник, он разный и посредством картины можно объяснить разные грани наивного искусства наивные художники не похожи друг на друга они работают в разных стилистиках и определить их каким-то таким одним обширным термином очень сложно и единственное, наверное, что можно сказать это люди, которые пишут сердцем, душой они просто выражают максимально всего себя в своих работах и это обычно не капельки лжи не капельки притворства это максимальная искренность во всем ее проявлении Вообще здесь вопрос опять-таки терминологии что такое наивное искусство, а что нет и учитывая, что формально наивное искусство это к наивным художникам относятся те, кто не учился в профессиональных художественных заведениях в студиях художественных получается, таким образом самые первые примитивные рисунки в пещерах это первобытное наивное искусство Не все старше 50 Некоторые художники, в том числе нашего собрания Альфриша Морданов и Георгий Попов они начали писать в возрасте 30 лет то есть не обязательно это пенсионеры но очень часто это люди уже со сложившись жизненной позицией с каким-то мировоззрением это набор взглядов, которые транслируются это не еще такое не глина, не мягкое такое личностнообразное существо которое еще формируется активно это человек, у которого нет вот этого, может быть, какого-то как это называется у которого нет академически поставленного глазомера художественного нет вот этого профессионального видения цвета и он со своей вот какой-то вот не совершенно не вытренированной точке зрения показывает мир как он видел это на протяжении десятилетий поэтому мне на такая позиция чаще всего интересно что копию картины пожалуйста, либо обратитесь к художнику за разрешением потому что это все равно соблюдение авторских прав и вряд ли вам кто сделает копию наивного художника поскольку это копирование очень слабо поддается лично мне могут нравиться далеко не все художники могут нравиться далеко не все картины но раскрываются они благодаря своей биографии своим личным историям переживаниям которые они вкладывают в эти картины изначально картина которая мне абсолютно была не близка которая мне визуально совсем не нравилась благодаря вот этому всему что в нее было заложено она играет новыми красками она приобретает глубину и она завоевывает мое сердце она 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 она